Они объяснили мне так, что якобы они греки, и что они давно здесь живут. Рассказали о себе практически всё, а трое мужчин быстро втёрлись в доверие пенсионерке. Хотя поначалу она их испугалась. Ирина Владимировна приехала на дачу чистить снег, а тут нежданные гости. Валиваются, меня вот так отстраняют и начинают, что вот сайдингом мы обшиваем дома. Дом посмотрели, ой, ой, он у вас там гниёт, вот здесь у вас идёт вода, нужно делать, обшивать. Я им объясняю, что у меня денег нет, я пенсионерка. Не надо у вас денег, если что, рассрочку. Потом начали, как вы живёте, как у вас дела. Дальше всё как в тумане. Пенсионерка согласилась обшить дом сайдингом. Мужчины попросили деньги на материал. Ирина Владимировна дала 15 тысяч. Больше своих сбережений не видела, как и ремонта. На её звонки никто не отвечал. На руках у женщины осталась лишь расписка о передаче денег. Пенсионерка поняла, что попала на уловку мошенников. Проанализировав ситуацию, она вспомнила, что первый раз этих мужчин видела именно в тот день, когда они пришли к ней на дачу. Вот здесь они стояли, недалеко от понтонного моста, на автостоянке, рядом с автомобилем. Ирина Владимировна уверена, они за ней следили. И, вероятнее всего, она не единственная жертва. С этими доводами женщина пошла в полицию. Но пока никаких результатов. Хотя с момента её обращения прошло больше двух месяцев. Я от полиции хочу, чтобы они серьёзно занялись данным делом, не отписывали материал, а именно разбирались по факту, внимательно прочитали все мои обращения, наказали данных мошенников, которые есть действительно мошенники, обманщики, и вернули мне мои 15 тысяч пенсионерки. Пенсионерка настроена решительно. Говорит, будет обращаться в прокуратуру. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР.